Не под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Сула, и вы находитесь на канале Fighting Submission. Сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить одному из самых отважных бойцов, героев нашего казахстанского ММА, Денис Муцнек. Давайте сначала дадим ему слово, а потом я вам объясню, в чем же подоплека всей ситуации. Мой бой с нашим Галаевым состоялся 19 июля 2017 года. Турция в Анталии на ECB-64. Бой шел по плану, все было хорошо до определенного момента, когда я его взял возле клетки на удушение. Он как бы уснул, судья дал команду стоп, через секунды полторы-две продолжай. Когда я отпустил захват, он вдохнул воздуха и вздрогнул. Ну, это все видно на видео, вот такая не очень хорошая, непонятная ситуация. Затем бой продолжился, ну и сложилось так, как сложилось, получилось так, как получилось. После этого боя с нашим Галаевым как бы разговаривали, ну, у нас никакой вражды не было и нету. Вот ничего личного, это спорт. По данным видео, Майорбек Хосеев, основатель лиги ECB, сам прокомментировал, что это явная ошибка судьи. Вот, и от себя как бы он гарантировал, обещал реванш в конце года. Но тот год уже прошел, закончился. Вот, после этого я осенью выступил на чемпионате мира, где занял второе место, стал вице-чемпионом мира по ММА. И вот буквально недавно, месяц назад, 20 мая 2018 года, в городе Тюмень был турнир. Возглавил его наш бой с грачиком Мингибаряном, бойцом из Файтнайта, в котором все сложилось благополучно. Я выиграл единогласным решением судей. Теперь все на данный момент как бы ждем. Я лично от себя жду того, что все-таки состоится наш реванш с Нашхо Галаевым, в надежде, что все-таки будут турниры ECB в 2018 году в Казахстане он пройдет. И я хотел бы выступить на домашнем турнире и провести вот реванш с Нашхо. Вот так вот, друзья. От себя хочу добавить. Да, действительно, поединок Дениса Муцнека и Нашхо Галаева в то время произвел много шума. И с какой-то стороны можно даже понять и судью. Вот честно вам скажу. Почему вы скажете? Потому что вот этот весь судейский, недоработки судейские, вот в какой-то степени даже и беспредел судейский, это, конечно же, результаты ECB. Непосредственно вот этот судья наверняка вот думал в тот момент, что, блин, сейчас присужу победу Казаху. Чеченец проиграет. И потом столько слов услышу нелицеприятных от господина Майорбека Хасиева. Он наверняка вот это на него давлело. Не факт, что он был прав в своих размышлениях, да? Но вот это на него давлело. На него это давило. И вполне вероятно, он проявил неуверенность, абсолютную неуверенность в своем решении. Если бы он был уверен и не боялся каких-то внешних, допустим, раздражителей, он бы наверняка поступил бы правильно и пошел бы до конца. А не так, что на полпути развернулся обратно. Это основная проблема. Также про Майорбека Хасиева можно сказать, я слышал от многих людей, что если этот человек дал слово, значит, он его сдержит. А это говорит уже о многом. Говорит о том, что вполне вероятно, мы, скорее всего, я даже уверен, что мы увидим этот финал. Извиняюсь, этот реванш. Про Дениса Муценека что могу сказать, друзья? Один из немногих храбрейших бойцов Казахстана. Это во-первых. Во-вторых, вы видели, что из себя представляет Ногша Галаев. Очень сильный боец. Очень молодой боец. Полный сил, полный энергии. Денис ему уже вот, да, вот проиграл. И просто представьте себе эту ситуацию, друзья. Он опять идет против данного соперника. Денис настолько уверен в своих силах, что я подозреваю, что, возможно, никто больше не верит в Дениса, в его победу, по крайней мере, кроме него самого. И это вызывает просто огромное уважение. Поверьте мне, этот поединок не закончится победой по очкам. Нет. Он закончится именно тем, что либо Денис Муценек сделает сабмишн, задушит либо болевой Ногша Галаеву, либо Ногша Галаев опять нокаутирует Дениса и его придется откачивать медиком. И я более чем уверен, что Денис это понимает. И вот теперь представьте себе, какой человек Денис Муценек. Нашим бойцам многим не хватает его храбрости, его отваги. В данном случае, да, как одна из словопесни, чеченской, кстати говоря. Нет ничего страшнее отваги, когда она обречена. Вот это сейчас про Дениса Муценека. Молодое поколение наших бойцов, вы должны равняться на этого человека. У него, конечно же, есть проблемы с техникой, есть, но духа в нем в многократно раз больше, чем здоровье. И это факт, и он доказывает это. Знаете, я очень жалею, что не знаком с Денисом лично, но надеюсь, что этот пробел мы скоро с Денисом в любом случае разрешим. Тот человек, кем стоит гордиться нашему казахстанскому ММА. Друзья, еще раз подчеркиваю, он идет туда с полной уверенностью в своей победе. Идет против соперника, который, мне кажется, гораздо сильнее его. Но вот дух, вот уверенность в своей победе, друзья, это самое главное в ММА. Это, опять же, повторюсь, то, чего не хватает многим нашим бойцам, многим. Дениса не сломать. Что бы ни произошло, как бы ни сложился этот поединок, Денис победит. Я в этом уверен. И я бы хотел вам привести строки одного из стихотворений, которое называется «Если Ридьяра Киплинга». Это небольшой отрывок, и, Денис, я этот отрывок посвящаю тебе. Если ты можешь встретиться с триумфом и поражением, и одинаково отнестись к этим двум обманщикам, твоя земля и все, что в ней, будут принадлежать тебе, сын мой. Денис победит. Я в это верю. На этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Арифедарчи.